Мы продолжим познавать наш мир и сделаем это на этот раз глазами биолога. Сейчас перед нами выступит доцент Башкирского государственного педагогического университета Тагир Кабиров. Встречайте! Наша история началась с сингулярности Большого Взрыва, а закончится в сингулярности сверхмассивной черной дыры, медленно пожирающей нашу галактику. Всем привет! Меня зовут Тагир, и у меня есть 20 минут, чтобы рассказать всю историю Вселенной. Времени мало, поэтому мы остановимся на самом главном, на самом прикольном, на самом интересном. Мы поговорим про репликаторы, любые объекты или системы, которые способны к самовоспроизведению, самоподобию, самокопированию своих частей или себя полностью. Дисклеймер. Некоторая информация, услышанная здесь, может реплицироваться в вашем сознании и в особо тяжелых случаях в сознании тех, кто находится рядом с вами. Итак, если вы готовы к нашему космическому путешествию, поехали! Для начала нужно понять, в какой этап космической эволюции мы с вами находимся, и для этого стоит посмотреть на звездное небо. Во Вселенной 75% материи наблюдаемой до сих пор состоит из водорода. И это прекрасно, это значит, что у нас еще очень много топлива, очень много энергии, и происходит очень много интересных событий. Но если вы оглянетесь по сторонам, вокруг вас сидят не шарики из водорода, а более сложные комплексные системы. И для того, чтобы они появились, необходимо было, чтобы этот водород как-то видоизменился. А это не совсем процесс репликации, процесс нуклеосинтеза. Но тем не менее, из одних и тех же кварков и глионов мы получаем огромное разнообразие химических элементов. И все они происходят, почти все, они происходят в результате различных космических катастроф. Для того, чтобы появилась наша с вами Солнечная система, нужно было, чтобы несколько поколений других звездных систем умерли до этого, обогатив Вселенную тяжелыми элементами. Здесь есть некоторые серые пятна, но некоторые элементы появляются в результате распада более тяжелых. Или мы можем синтезировать их в лаборатории. В общем и целом, эти элементы, соединяясь, дают нам огромное количество различных форм, цветов, которые мы наблюдаем вокруг. И возникают так называемые иммерджентные формы или свойства материи, то есть свойства, которые характерны только для большого объема частиц. Например, у отдельного атома нет температуры или влажности, или давления. У него есть только кинетическая энергия. Все эти свойства возникают на больших объемах. Мы также можем наблюдать различные динамические состояния таких систем. Те состояния, которые мы обычно приписываем живым организмам, они способны находиться в постоянном движении, они способны поглощать друг друга, сливаться, расти и поддерживать некий гемеостаз, как в случае с океаном. На самом деле, движение везде вокруг нас. Нам кажется, что мы стоим на твердой почве. На самом деле, наши планеты, вы знаете, это сферные плиты, они постоянно двигаются со скоростью нескольких сантиметров в год. И наш короткий жизненный промежуток просто не дает нам возможности оценить всю эту красоту. Нам звездное небо кажется застывшим скриншотом, но на самом деле все эти процессы достаточно динамичны. Также вокруг нас существует большое количество различных таких самоподобных систем. Мы можем увидеть, как обратная связь и самоподобие дают рождение все более сложным объектам из простейших зерен. Бросьте несколько цветных камешек в зеркальную трубку, и вы получите огромное количество всевозможных узоров. В детстве многие из нас играли с калейдоскопом. Мы видим вокруг фракталы, это системы, способные тоже к самоподобию некоторому. И мы наблюдаем их, замечаем их везде вокруг нас. Когда фракталы пришли в геймдизайн, они позволили нам строить открытые миры, потому что раньше любое пространство должно было быть запрограммировано каким-то образом. Когда мы внедрили фракталы, бах, у нас появились горы, похожие на горы, реки, похожие на реки, ну и в целом границы наших виртуальных миров значительно расширились. Но, конечно, королевой самоподобия и симметрии является жизнь. Прекрасная, восхитительная жизнь, которая имеет огромное количество форм, выражений, цветов и красок. И это удивительный репликатор, который возник на основе углерода, самого дружелюбного из химических элементов. Углерод способен производить больше соединений, чем вся остальная таблица Менделеева. И в результате репликатор на основе углерода самый многообразный. И здесь мы тоже видим элементы симметрии, можем блюдать все те же золотые сечения, все те же фракталы. Мы видим, как жизнь использует, пусть неосознанно, эти математические закономерности для того, чтобы лучше улавливать солнечный свет или дождевую воду. Ну и в целом для биохимиков, молекулярных биологов нет какого-то особого таинства в том, как неживая материя смогла самоорганизоваться в первую живую клетку. Со временем клетки эволюционировали, какие-то научились улавливать солнечный свет, какие-то поленились это делать и стали есть тех, кто научился улавливать солнечный свет. Ну а потом у одной из клеток случилось несварение, она не смогла или не захотела переварить поглощенную клетку другую, и возник симбиоз. Мы получили митохондрии, которые до сих пор питают нас, до сих пор мы живем с двумя генетическими копиями. У нас есть собственный геном и митохондриальная ДНК. Жизнь настолько прекрасный репликатор, что даже некоторые осколки жизни становятся самостоятельными репликаторами. А вы наверняка знаете про вирусы, я думаю, да, вы все знаете про вирусы. Вирусы, по большому счету, являются некой такой пограничной формой между живым и неживым. У нас до сих пор нет четких определений, что же такое жизнь в принципе. У нас есть некий чек-лист свойств. И вирусы обладают как раз лишь одним свойством саморепликации, которое и возникает лишь при попадании в клетку, то есть они являются облигатными внутриклеточными паразитами. Ну там, по крайней мере, есть кусок какой-то генетической информации, ДНК либо РНК. Прионы тоже, в принципе, репликаторы, которые уже не имеют вообще никакого генетического материала. Это просто белки. Можно представить их как такие белки-зомби, которые кусают соседние белки и заставляют их всех работать на себя, то есть перекручивают их в четвертичную структуру, на свой лад. Более того, недавно появились научные исследования, которые подтвердили, что существуют и трансмиссивные формы рака. То есть мы уже достаточно давно знаем, что некоторые формы рака могут быть вызваны вирусами, но здесь сами раковые клетки выступают в качестве инфекционного агента. То есть здоровый организм попадает в чужая раковая клетка от, возможно, давно уже погибшего организма, который просто распространяется в водной среде. А вот это не стакан с семечками, здесь представлены как раз мидии двуслойчатые моллюски, на которых и было показано, как раковая клетка попадает в здоровый организм и начинает в нем развиваться. В результате появляется организм химеры, где у него есть собственная ДНК, а раковый опухоль, соответственно, со своей ДНК. И по большому счету, если когда-то мы задували свечки на именинном торте и мечтали о бессмертии, вот она, единственная форма бессмертия, это вечная раковая опухоль. И в нашем организме постоянно идет борьба между вечной жизнью, то есть раком, и излишним быстрым дряхлением, так скажем, старением. Жизнь уникальна и восхитительна. Как только она появилась на планете, она распространяется повсеместно. Мы не можем найти никаких стерильных уголков, по крайней мере, везде, где мы бываем, везде мы находим признаки жизни. Будь то кипящие кальдерные озера вулканические, в которых живут архиобактерии, экстремальные термофилы, спокойно себя чувствующие в кипящей воде. Будь то подлёдное озеро Восток в Антарктиде, где на протяжении сотен тысяч или даже миллионов лет существовала изолированная экосистема, и мы нашли там живые организмы, в том числе гетеротрофные. Мы не понимаем пока, откуда они берут энергию. Это достаточно сложные, трудоёмкие исследования, которые, я надеюсь, будут продолжаться. Но если экосистема стабильна, то и жизнь внутри этой экосистемы может многие поколения практически не меняться, и это не требуется. С другой стороны, жизнь очень хорошо адаптируется к окружающей среде. И порой некоторые такие адаптации вызывают у нас недоумение, потому что зачем земным организмам уметь выживать в космосе. Тем не менее, на внешней обшивке космической станции мы видим, как достаточно хорошо себя чувствуют различные виды бактерий. И возникает вопрос, откуда у них такие адаптации, зачем и как они появились. То есть, это монетка в копилку гипотезы панспермии. В том или ином виде какая-то панспермия всегда присутствует. То есть, если даже это не уже живая клетка, попавшая на нашу планету с какими-то космическими объектами, то это прекурсоры, то есть различные сложные органические молекулы, которые, опять были последние исследования космические, где показаны, что все необходимые кирпичики жизни, все они летают по космосу, в некоторых условиях могут самополимеризоваться и, в принципе, быть таким родоначальником жизни. Еще один интересный момент, как я сказал, жизнь повсеместна, и по оценкам рецендируемых исследований, опубликованных до половины биомассы может находиться под поверхностью нашей планеты. Потому что здесь у нас на поверхности в основном по площади она распределена, она в океане чуть по объему, а в толщиной коры, то есть, соответственно, весь объем до какого-то там уровня, когда становится совсем жарко, так иначе заселен бактериями. И мы можем использовать вот этот жизненный потенциал когда-то в будущем. У меня появилась такая интересная идея, что это может быть страховкой от тотального уничтожения человеческой цивилизации. Вообще самым распространенным репликатором на нашей планете являются бактериофаги, то есть вирусы бактерий. У нас уже есть инструменты генетического редактирования, мы можем этими вирусами засовывать какие-то нужные нам гены в бактерии. Почему бы не сохранить, например, там человеческий геном, пусть по кусочкам, эти бактерии никогда не исчезнут, то есть может гамма-всплеск выжечь нам атмосферу, бомбардировка астероидами уничтожит поверхность, но в толщиной коры всегда останутся эти бактерии, в которые средством вот этих бактериофагов можно внедрять какие-то кусочки человеческого генома. Для этого, конечно, у нас есть там банк растений, банк семян, нам нужна какая-то внешняя колония, внешняя форм постцивилизация, где будут непосредственно живые люди, которые смогут потом всем этим воспользоваться. Помимо того, что живые организмы увеличивают собственное разнообразие, понижают энтропию внутри себя, они еще и склонны понижать, так скажем, энтропию немножко вокруг, то есть они упорядочивают окружающую материю, строят панцири, строят небоскребы, гнезда, и тем самым, как вы знаете, любое локальное понижение энтропии должно быть компенсировано увлечением ее в глобальном масштабе, поэтому все это так или иначе приводит к приближению тепловой смерти вселенной. И это может быть последним вашим аргументом, если вас заставляют убираться в комнате, вам сильно неохота, вам сказать, мам, ну, я не хочу сегодня приближать тепловую смерть вселенной, можно я не буду убираться. Ну и немножко отвлекаясь, в принципе, смысл каталогизировать, упорядочивать файлы или бумагу, документы на вашем столе имеет смысл только если потраченное вами время на вот эту каталогизацию будет меньше, чем то время, которое вы сэкономите, когда вы придете и достанете нужный файл. Поэтому часто самое эффективное просто все скидывать в одну папку, хотя моя жена так не считает. Ну, теплокровные организмы делают это еще эффективнее, просто потому, что они вынуждены постоянно поддерживать собственную температуру тела. И еще один интересный момент, да, как сказано, жизнь, она очень хорошо адаптируется, приспосабливается. Но одно дело приспосабливаться к окружающей среде, в которой есть там еда, всякие ништяки, вот другое дело, когда в этой окружающей среде есть еще какие-то другие репликаторы, которые тоже развивают рот на ту же самую еду, а некоторые особо нагло еще и тебя хотят съесть. И в результате того, чтобы эффективно выживать, организму приходится как-то моделировать, оценивать, предполагать, прогнозировать поведение не только собственного, но и поведение тех других организмов, которые находятся в окружающей среде, которые являются конкурентами. И в результате вот этой постоянной попытки поставить себя на место другого организма, постоянной обратной связи, происходит нечто удивительное. Жизнь начинает осознавать себя, то есть появляется какая-то форма самосознания. Мы знаем, что в том или ином виде она присутствует и у некоторых достаточно высокоорганизованных животных, у слонов, собак, у приматов, само собой. Но мы до конца не знаем, в принципе, не понимаем, как оно работает, как функционирует. Это одна из главных проблем науки — понять, как функционирует сознание. Есть точка зрения, что это некое просто эмерджентное свойство самого процесса вычисления. То есть как только вы в одном объеме соберете достаточное количество нейронов или транзисторов, они начнут себя осознавать. Но здесь я больше встаняюсь к точке зрения Роджера Пенроуза, который не отождествляет процесс сознания с процессом вычисления. Ну и вычисления у нас в основном происходят в мужичке, большая часть, и мужичок не несет в себе сознание, насколько мы знаем. Возможно, это квантово-механический процесс, так же, как и фотосинтез. Мы уже знаем, что это квантово-механический процесс. Возможно, и наше сознание так или иначе использует какие-то квантово-механические принципы. Может быть, с использованием микротрубочек. Это небольшие такие структурные компоненты, которые присутствуют во многих клетках, в том числе в нейронах. Они достаточно маленькие и симметричные для того, чтобы там сохранялись квантовые состояния. Но как только жизнь осознает себя, начинает строить новые структуры, новые формы, и становится субстратом для новых форм репликаторов, я думаю, ну, здесь нет человека, которому неизвестен термин мем. Каждый может сходу назвать там с десяток. Но откуда появился сам термин мем? Что за дяденька? Кто узнал? Сэр Ричард Докинс, который в своей книге «Эгоистичный ген» как раз и придумал термин «мем» как аналог гена. То есть если ген переносит генетическую информацию, то мем — это единица цифровой информации, информации, которая подвержена тем же законам. То есть она также может эволюционировать, мутировать, отмирать, распространяться на большом объеме и во многом повторяет структуру гена. То есть мы с вами, в принципе, все являемся некими такими большими машинами, биороботами, которые позволяют этим генам нести сквозь время. Ну и цифровая среда, вирусы, это все тоже очень похоже на биологические системы. Но на нашем мозге есть некий отпечаток. Опять же, вот это стремление постоянно вычленить закономерность. А для человека это было главной необходимостью для выживания. То есть понять, кто перед тобой, прочитать его эмоции. И в результате вот это наше стремление распознавать лица настолько хорошо в нас закрепилось, что мы часто видим лица там, где их нет. Мы умом понимаем, что это не лица, но наш мозг настойчиво твердит нам, что это вот какие-то улыбающиеся помидорки, и то, что это лица. Ну и не зря здесь на фоне примера звездного неба. Это тоже пример поиска закономерностей там, где их нет. Все вот эти созвездия, которые человек в хаосе звезд находил знакомые очертания и тут же приписывал им всевозможные мистические свойства, судьбоносные. Ну, конечно, мы с вами понимаем, что звезды могут взглянуть на нас только гравитацией, ну и мы видим их свет, электромагнитный. Ко всему этому, вдобавок, наш мозг очень легко обмануть, опять же, из-за его вот этого эволюционного багажа, из-за того, что есть определенные особенности восприятия, из-за того, что он воспринимает только узкий диапазон света, там 400-700 мм, узкий диапазон звуков, мы часто не можем доверять своему мозгу, мы не можем опираться на свои вот эти чувственные восприятия для того, чтобы изучать Вселенную в том числе. К тому же, вот само это сознание, само чувственное восприятие, его невозможно даже как-то передать, пересказать, то есть невозможно объяснить слепому человеку, что такое красный цвет, он может сказать, какая-то длина волны, какая-то температура или еще что-то, но само вот это ощущение, которое у вас есть, более того, я даже не могу никак понять, воспринимаю ли я красный свет так же, как это делаете вы, а просто нет такого механизма. В результате, мы очень часто ссоримся по этому, у нас очень сильно разные мозги, поэтому нам приходится использовать инструменты, мы можем опереться на научный метр и использовать различные машины и механизмы, и со временем эти самореплицирующиеся машины тоже могут развить свою экосистему, они не обязательно должны быть маленькие, выполнять одну и ту же функцию, там можем представить себе звездную систему, где вокруг Солнца будут собирать солнечный свет нанороботы из звездной пыли, делать какие-то структурные элементы, потом их будут поглощать более крупные роботы и так далее. И в этом смысле это будет даже не механическая жизнь, это будет обычная жизнь, она будет соответствовать всем критериям жизни, которые мы предъявляем. В результате, такие самореплицирующие системы помогут нам освоить космос, мы слишком не приспособлены к космическим путешествиям, у нас нет возможности отчуждать сознание куда-нибудь в коробку пока, или криозамораживаться, поэтому мы вынуждены обираться на них. И они помогут нам покорить как планеты, так и в результате звезды и даже черные дыры. Мы можем использовать их себе на благо, мы можем собирать всю эту энергию для того, чтобы выживать в этой нашей самореплицирующейся Вселенной. Вы знаете, что Вселенная тоже расширяется и постоянно увеличивается, постоянно растет. Мы здесь связаны гравитацией, нам это не грозит, но космос расширяется. И когда, когда-нибудь исчезнет последний атом, во Вселенной не останется ничего, кроме фотонов. А так как у фотонов нет времени, они путешествуют со скоростью света, для них что вечность, что секунда одно и то же. То есть когда не останется ни одного атома, не останется никаких часов, никаких свидетелей, никто не будет подглядывать, может быть тогда теория относительности сольется в экстазе с квантовой механикой и появятся новые Вселенные с новыми, еще более удивительными репликаторами. Спасибо. Учитесь, читайте, знайте, голосуйте. Спасибо большое. Классное, яркое выступление. Тема интересная, необычная. Я прошу ваше выступление оценить, как слушателей здесь, в нашей аудитории, так и зрителей в нашей трансляции. У меня вопрос. Скажите, пожалуйста, как вы выбрали эту тему для нашего сегодняшнего выступления? Она очень интересная, она достаточно всеобъемлющая. Я не представляю, как вы выбрали из того огромного объема знаний, именно тот материал, который нужно дать здесь и сейчас, чтобы мы хоть что-то поняли. А мы поняли очень многое. Спасибо вам. Мне кажется, очень получилось здорово. Спасибо. Как вы выбрали эту тему? Ну, на самом деле, это попытка сделать что-то необычное, попытка уйти от расписания учебных планов, вот этих постоянных лекций, сделать что-то новое, что-то прикольное, что может... Ну, моя основная задача, это как бы ода научному методу, то есть привить любовь к науке, а любите науку так же, как и люблю и я. Вот. И поэтому, ну, получилась вот такая небольшая история, когда я попытался впихнуть все 20 минут. Надеюсь, вам понравилось. Это было, правда, здорово. Более того, в прологе к вашей лекции вы попробовали уместить всю историю буквально в 2 секунды одной фразой. Началось с большого взрыва и закончится. Чем, кстати, закончится, я забыл. Ну, у нас в центре галактики сверхмассивная черная дыра. Рано или поздно все равно все туда упадет. Да, мы сольемся с галактикой Андромеды, но так останется там большая черная дыра. Ну, вот и ладненько, как говорится. Спасибо большое за выступление. Ваши аплодисменты, друзья. Продолжение следует...